Общее положение дел с боевой авиацией Российской Федерации на третий год войны. Мы обсудим с гостем, специалистом, с нами на связи авиационный эксперт Константин Криволаб. Добрый день, приветствую вас в эфире Фрида. Приветствую. Вот давайте сначала обсудим катастрофу Ту-22 в Иркутской области. Расскажите, что это за самолет, какие задачи он выполняет и насколько болезненно для российской армии потеря подобного типа авиации, а также сколько вообще самих Ту-22 уже потеряла Российская Федерация? Самолет этот уже достаточно старый. Первая его версия, то есть Ту-22, который был создан в конце 70-х, и тот, который сейчас, Ту-22Н3, о котором мы говорим, это фактически разные самолеты, потому что силовая схема самолета была изменена из-за того, что были перенесены двигатели. Они принципиально по-разному расположены. Но вот этот Ту-22М3, вот эта версия, которая сейчас разбилась, они прекратили выпуск в 92-м году. А вообще концептуально этот самолет, ну скажем так, конца 60-х, начала 70-х годов, он вообще вошел в историю авиации, потому что впервые по отношению к этому самолету был использован термин «стратегический ракетоносец». Ну, до этого было там все что угодно, бомбардировщик, бомбардировщик дальней авиации, а это «стратегический авианосец». И основная задача этого стратегического авианосца была в том, чтобы таскать ракету Ха-22, снаряженную ядерной боевой частью, и уничтожать с помощью этой ракеты крупные соединения, крупные корабельные соединения, крупные корабельные ордера. И его называли «уничтожитель авианосца». Ну, предполагалось, что он куда-то там, у него дальность была ограничена где-то там 3000 километров, сначала было вообще две, потом сделали три после замены двигателей. И фактически его задача была куда-то прилететь, пустить эту ядерную ракету, она куда-то прилетает, с точностью там плюс-минус 600 метров попадает возле этого авианосца, все электронное оборудование выходит из строя, взрывной волной смывает, сбрасывает все, что можно там с палуб, уничтожает там, инициирует там сбой заряды, ну, в общем, короче, приводит к какой-то большой катастрофе. Уничтожитель авианосца. Слава богу, никогда его не использовали, слава богу, он ни разу себя не проявил, но потом решили использовать его в качестве носителя ракеты Ха-22, всунули туда боевую часть в размере практически одна тонна, там где-то 980 килограмм, по-моему, всунули практически тонну взрывчатки и решили, что теперь у них такая вот серьезная террористическая болванка в руках имеется. И это действительно оружие исключительно террористическое, потому что его нельзя воспользовать для поражения военных целей, его можно использовать исключительно для того, чтобы разрушать мирные города, угрожать мирным жителям, уничтожать этих мирных жителей. И это хороший показатель этому, вот эта история, когда ракета Ха-22 абсолютно точно уничтожила полностью весь подъезд в Днепропетровск, в Днепре, вернее. Этих самолетов было выпущено около 500 штук, и они были на вооружении только Советского Союза, России и Украины. Украина свои самолеты в соответствии с доктринами утилизировала, и находятся такие какие-то неподтвержденные, как по мне, по документам слухи о том, что часть Ха-22 М3 была передана России. Далее. По состоянию на 22-й год, Military Balance указала, что этих машин было по бухгалтерскому учету в России 60. Но, учитывая реальное состояние дела, учитывая те боевые части, в которых эти самолеты находились, считая, калькулируя по разным источникам, по разным данным, по разным результатам всяких информационных источников, я считаю, что оценка, которую дал ГУР, где-то месяца 2 или 3 тому назад, Буданов заявил, что этих машин осталось 27, она где-то совпадает с теми расчетами, которые проводил я, и я считаю, что эта оценка абсолютно корректна. Может быть, там какая-то ошибка, там 2, 3, 4 самолета в одну либо в другую сторону, но для таких вещей это, в общем-то, нормальная практика. Эти самолеты дорабатывают свой уже ресурс. Двигатели НК-25 давным-давно не выпускаются, как и самолеты. И та катастрофа, которая сейчас произошла там возле Иркутска, она, по всей видимости, связана все-таки с проблемами двигателя, потому что там и пожар двигателя. И чем этот пожар мог быть вызван, есть несколько разных версий, начиная от топлива, которое там, этот самолет там в том числе тоже требует заправки топливом Т-6, потому что он летает, может выходить на сверхуковые режимы, летает долго, топливо может перегреваться, и поэтому там надо это топливо термостабилизированное Т-6. С топливом проблема, потому что раньше это топливо выпускалось Ангарским нефтьорксинтезом, прекратило там его производство, и в основном это топливо для российской военной авиации выпускал завод Орскнефтьорксинтез. Но с апреля он прекратил свою деятельность, потому что там у них все плавало вместе с этими установками, вместе со всеми там жителями, работниками и прочее, прочее. Насколько известно, завод этот до сих пор не восстановился, поэтому в основном сейчас этот вид топлива россияне получают от Белоруссии. И, судя по всему, дефицит там наблюдается. Тем более, после того, как в Саваслейке сбили, ну, уничтожили этот склад, склад ГСМ, то его стало еще меньше. Вот как раз, чтобы не смогли заправлять эти самолеты, и вообще, чтобы они даже не смогли взлетать, вооруженные силы Украины наносят удары в последнее время очень активно по военным аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам. Вот недавно заявили вооруженных сил, что было, подтвердили точнее, что четыре военных аэродрома в Российской Федерации были атакованы в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. Вот расскажите, какие самолеты там базировались, да, и вот насколько вообще атаки вооруженных сил Украины влияют на возможности российской авиации выполнять свои функции? На территории Российской Федерации, ну, за исключением, там, не говоря уже о Курской операции, у нас есть как бы три основные группы целей. Это нефтеперерабатывающие комбинаты и заводы, это вся инфраструктура нефтегазового комплекса, это все аэродромы, на которых летает авиация, которая работает против Украины, и это все устройства, все средства ПВО и радиотехнических, радиотехнические там войска, РЭП в том числе. Что здесь, можно сказать, что начиная где-то там с середины июля, активность работы по аэродромам российским у нас резко увеличилась. Мы помним, там атаки были, значит, там 20 июля, там, по-моему, Миллерово, потом там был Морозовск, Морозовск там в этом году уже, по-моему, 3-4 раза там били, пока не уничтожили там мотосклады, похоже, там еще какие-то самолетики попались. Потом у нас была очень мощная, я не говорю там про Томилино, когда там два вертолета было уничтожено, я не говорю там про Кряж в Сариатовской области, когда там один вертолет был уничтожен. Это крупная, потом практически одновременная атака по самолетам, местам базирования самолетов стратегической авиации, там где стоят Ту-22, М-3, вот их в том числе, Ту-95, МС, Ту-160, это Оленья, это Дягилева и Энгельс-2. Энгельс-2 как основная база, где происходят регламентные работы и снаряжение самолетов Ту-95, ракетами ХАЗ-101, которые там используются в основном для того, чтобы уничтожать что-то на нашей территории. Далее. Эти самолеты были подняты в воздух, там удалось поразить только Валеньей, один или два, один там уничтожить вроде бы, а два еще повредить Валеньей Ту-22, М-3. И все остальные собрались и таким большим клином прилетели аэродром в Советский возле Воркуты, 2,5 тысячи километров от границы с Украиной, 3,5 тысячи от Каспия. Туда они прилетели и там они какое-то время приходили из себя. Потом начали постепенно эти самолеты возвращать на старые аэродромы. Так вот, последняя крайняя атака, которая сейчас была, она была нанесена по аэродромам, скажем так, тактической авиации, перспективным аэродромам тактической авиации, и по аэродрому Саваслейка, который является аэродромом, как раз где базируются вот эти вот самолеты Ту-22, М-3. Что такое Саваслейка? Саваслейка – это наиболее крупный хаб по обслуживанию, по работе с самолетами класса Ту-22, ну то есть Ту-22 все подряд и до М-3. И это филиал Липецкого 4-го центра подготовки авиационных там летчиков и всего остального. И Липецк тоже был нами пораженный. В Липецке, если помним, там был уничтожен склад, как минимум там было 700 авиационных ракет и бомб. А вообще на этом аэродроме, так как он находится, ну он в рейтинге российских испытательных и доводочных, и вообще пафосных аэродромов, он находится там, скажем, на втором месте. На первом месте это основной хаб авиационный российский, это поселок Жуковский, так называемый, где расположен и летно-испытательный институт, и ЦАГИ, и куча космических предприятий, и все конструкторские КБ, которые были в Советском Союзе, кроме фирмы Антонова, там тоже присутствуют. Большая испытательная база, ну и так далее. Большое кладбище летчиков в том числе. Далее, этот завод, вернее не завод, а база в Липецк-2, это вот она номер два, когда уже испытали все и довели, и передали самолеты для использования Министерством обороны, вот тогда начинается обучение летчиков, там линейных отрядов, эскадрильей, полетом на конкретных самолетах. И в момент удара по Липецку, там тоже, там был и то 95-й, и, судя по всему, там были Су-57, они там должны были находиться, как бы так называемого пятого поколения, потому что другая база, это Ахтуба, Ахтубинский комплекс, и вот этот вот Липецкий, где происходит освоение и обучение на самолетах Су-57. Самолеты оттуда не взлетели, нет никаких подтверждений взлета, значит, а если вот этот вот склад детонировал, а там за эти годы там скопилась куча всякой техники, куча горячих смазывательных материалов, мы еще узнаем много подробностей по поводу этого поражения. Сейчас еще... Я думаю, да, будет еще информация. Константин, у нас буквально минута-полторы остается времени, но есть еще один очень важный вопрос. Мы знаем, что в гражданской авиации проблема с импортозамещением из-за западных санкций. А как вот военная авиация обстоит дело с этим? То есть, как западные ограничения действуют на вооруженные, точнее, на воздушные силы Российской Федерации? Да мне на что действовать, понимаете, вот в чем проблема. Если, так просто отвечу, вот если F-35 в году производится 150 машин, то вот всех вот Су-34, Су-35 и производится 6-8 машин. Вот это такая небольшая разница. Если говорить о том, что происходит с дальней авиацией у россиян, они в 22-м году там три самолета Ту-160-х перебрали, сказали, сделают из них там новую модернизацию. И вот они посадили туда Путина или что-то похожее на него. Подняли его на 4 тысячи метров, не выбросили, вернули на землю. И на этом все, история про Ту-160 и модернизацию закончилась. А если говорить о их перспективном авиационном комплексе, как всегда пафосно, дальней авиации, посланец, то они все его переносят, переносят, переносят. Уже в результате перенесли его на больше, чем на 10 лет. Результата по-прежнему нет. Эскизный проект не утвержден. Но они говорят, что вот у нас такой посланник будет, что всех вас пошлет там куда можно подальше. Ну вот такая история про русскую авиацию, ну таких, как говорил один известный политический деятель, вкратцах. Действительно, это свидетельствует о больших проблемах с военной авиацией, да и с гражданской в Российской Федерации. Константин, спасибо большое, что нашли время и дали экспертную оценку. Константин Криволап, авиационный эксперт, был с нами на связи.